Всем привет! Вы на канале Виктории. Сегодня мое видео о заказе Фаберлик по первому каталогу 2020 года. И в моем заказе был шампунь и кондиционер сыворотка серии Эксперт. Это у меня шампунь и кондиционер сыворотка для глубокого восстановления волос с маслом Амлы. Я люблю этот шампунь из этой серии Эксперт. Именно зеленый мне нравится. Я беру его уже не первый раз. Как позиционирует Фаберлик, что это для заметно поврежденных и пористых волос? У меня волосы в нормальном состоянии. Я пользуюсь этим шампунем и этой сывороткой на постоянной основе. Еще хочу заказать маску. Она у меня уже тоже закончилась. Я пользуюсь ей. Поэтому я вполне довольна этим шампунем. Могу его порекомендовать. Что способ применения? Обычный. То есть нанесли на влажные волосы, спинили тщательно, смыли водой. Значит, интенсивно питает корни волос, восстанавливает межклеточный цемент волоса, укрепляет материю волос, придаем плотность, силу и насыщенный блеск. В Индии масло из плодов Амлы издавна используют для восстановления волос. Масло Амлы содержит рекордное количество витамина С, которое продлевает жизнь зрелым волосам и стимулирует рост новых. Подходит для ежедневного применения. Способ применения нанести на влажные волосы на 1-2 минуты. Если волосы сильно повреждены, на 3-5 минут. Затем тщательно смыть. То есть рекомендую. Хороший шампунь. Мне нравится. Еще в моем заказе были пудры. Первая это компактная пудра для лица. Звездный выход. Артикул 63-16. Как она выглядит? Уже все прекрасно знают. Артикул 63-16. Большое достаточно зеркало. Красивая гравировка. Вот такой вот оттенок. Приятный мелкий помол на ощупь. Здесь внизу пуховочка. Маленькая. Еще одна пудра была в моем заказе. Это уже рассыпчатая пудра для лица. Воздушная фантазия серия. Артикул у меня 62-21. Это тон фарфоровый. Это средний матовый оттенок. Оно с крышечкой. Здесь зеркало. Пуховка. Большая. Пушистая. Мягкая. Открывается пленочка. Здесь уже набирается пудра. Тоже очень приятная. Мелкий помол. Буду тоже пользоваться. Пробовать. Разные есть они и мнения в этой пудре. Кому-то она нравится. Кому-то нет. Но хочу тоже попробовать. Эту пудру. Я ее взяла по купону за 300 рублей. 50% скидка. Дальше. В моем заказе были губные помады. То есть первая это губная помада новинка. Фаберлик. У меня это тон 404,69. Розовый пурпурный. Это жидкая матовая губная помада. Стейтру. В ней 4 мл. Комфортный матовый финиш. Очень удачная кисточка. Спонжик. Вот она так повторяет изгиб губ. Очень красивый тон. Это русово-пурпурный. Дальше. В моем заказе была еще одна губная помада. Это полуматовая губная помада овация. Тон у меня 430,32. Тоже у ней 4 грамма. Это красивый флакончик. Вот этот овации с зеркалом. Здесь на кнопочку нажимаешь, она открывается. Но как бы все знают уже этот флакончик. И вот такая вот прелесть. Ее тут не очень много. Как я уже сказала, 4 грамма. Это у меня лиловый твит. Вот такой оттенок. очень красивый. Это для меня очень комфортная полуматовая текстура. У меня уже есть такая одногубная помада. Очень стойкая. Вот у меня есть 430,30. это у меня тон натуральный вельвет. Вот такой натуральный вельвет. Комфортно на губах. Я поэтому и взяла. Единственный, конечно, момент. Эта губная была в распродаже. 70% я ее взяла за 199 рублей. И забыла, что, как всегда, Фаберлик на скидки на распродажи выставляет уже продукцию, которой заканчивается срок годности. Изготовление 13 сентября 2017 года. Срок годности у этих губных помад 3 года. То есть, до сентября 2020 года я должна ее уже закончить. То есть, у меня, грубо говоря, 8 месяцев. Ну, как-то тоже не очень радостно. То есть, в запас ее уже не положишь. Нужно пользоваться сейчас, начинать весной, летом, чтобы закончить ее. В моем заказе также было быстросохнущее покрытие для ногтей. Я взяла сразу две штучки по хорошей цене. Было, по-моему, по 119 рублей. Я уже не могу без этого покрытия. То есть, очень-очень оно быстро сохнет, когда наносишь на лак и глянец придает и держит хорошо лак и очень быстро сохнет. То есть, накрасил буквально 2-3 минуты встал и побежал. Артикул 72-58. И я уже ждала этот заказ. У меня мое средство уже заканчивалось и я уже начала бить тревогу. Конечно, когда уже чуть-чуть остается остатки, он начинает загустевать чуть-чуть. Поэтому такой вот нюанс. Розовенький чуть-чуть это красится кисточка, когда наносишь на красный лак. Очень люблю это средство. Всем рекомендую. Беру его всегда про запас. красный лак. еще в моем заказе был вот такой вот карандаш для глаз. Я ни разу не пробовала. Решила попробовать. серия Звездный автограф. И выбрала я тон себе 5611 благородный коричневый. Вот такой вот тоненький. То есть как его растушевывать и тоже буду пробовать. Первый раз я взяла. Не знаю как качество этих карандашей. пока ничего сказать не могу. И еще в моем заказике были вот такие два милых календарика с Рената Литвиновой. Это на 20-й год Фаберлик. Вот такой вот был у меня заказик. Ну а на этом на сегодня все. Кому понравилось видео ставьте лайк. Лайк вот так. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. До новых встреч на моем канале. Пока. Пока.